В минувшую пятницу в ночи екатеринбургские полицейские поймались по личным шайку иностранцев-терминаторов. Платежных терминаторов. Дело было в окрестностях в Торчерметово на улице военной, по которой дефилировал экипаж ДПС ГИБДД. Около пятнадцатого дома и двух часов ночи навстречу им попалась ВАЗовская четверка, двигавшаяся со стороны Московской. Что-то подсказало Старлею и сержанту, что стоит поближе познакомиться с ее содержимым и экипажем, и они ее остановили. В первую очередь в глаза бросилось, как явно мандражат, двое мужчин внутри. Во вторую бросилось нечто типа гроба, занявшее весь багажник и разложенное заднее сидение. Оказалось, что это платежный терминал. Возник естественный вопрос для начала к водителю. Откуда у тебя это богатство? Красавчик ты мой! Ну скажи, Вань! Пока рулевой мялся и мычал, спросили и пассажира, но тот от ответа не то чтобы ушел. Он от него убежал, а точнее попытался. Но, как говорится, пуля дура, поэтому сержант с хитрой фамилией Жук, не портя шкурку, догнал его ногами и спеленал руками. Вскоре уже в околотке установилась личность обоих граждан, одной из бывших республик довольно Средней Азии. Одному 24, второму 20 лет от роду. Оказалось, что ехали они из Первоуральска, где втроем отработались в одном круглосуточном торжище, зашли туда в масках больных ОРЗ, покрутились, выбрали терминал пожирнее и спокойно вынесли его. Продавщица в розовой кофточке, но без микрофона, со своей зеленой шваброй в рукопашную на них благоразумно не бросилась, а вот тревожную кнопку нажала вполне самоотверженно. Впрочем, те смылись так быстро, что это не помогло. Еще выяснилось, что эта троица приехала в Екатеринбург в ноябре прошлого года, имея в виду вовсе не работать, а отрабатываться по четко продуманным схемам. Например, 19 декабря на Сулимова 38 они точно так же на той же ВАЗовской четверке похитили такой же платежный терминал, который вскоре, выехав за город, распотрошили и обогатились на 84 тысячи рублей. Сейчас полицейские проверяют их на причастность к другим подобным злодеяниям и ищут их третьего подельника, а одного из двух отловленных передали полицейским Первоуральска для удобства расследования последнего эпизода.